Внимание! Проверь, дружок, готов ли ты начать урок? Все ли на месте? Все ли в порядке? Книжка, ручка и тетрадка? Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами урок математики. Внимательно послушайте описание и постарайтесь догадаться, какова же тема сегодняшнего нашего урока. Кто его не ценит, ничего не успевает. Оно может тянуться, может бежать. Оно бывает рабочим, свободным, настоящим, прошедшим и будущим. Ну, вы наверняка уже все догадались, что это. Конечно же, это время. Правильно, ребята. Тема нашего сегодняшнего урока – измерение времени. Часы. Сегодня на уроке мы будем учиться следующего. Определять время по часам. Называть время разными способами. Находить временной промежуток. Но для начала давайте же вспомним, что вы уже знаете по этой теме. Во втором классе вы учились определять время по часам со стрелками. Циферблат часов – это поверхность часов с проставленными делениями и числами от 1 до 12. У часов есть стрелки. Вы, наверное, помните, что короткая стрелка называется часовой, так как указывала часы, а длинная стрелка – минутный. Часовая стрелка движется медленно. Она проходит расстояние от 1 деления до следующего часа за 1 час. Минутная стрелка проходит расстояние от 1 деления до следующего за 1 минуту. А от 1 числа до следующего за 5 минут. Полный оборот она делает за 1 час или за 60 минут, так как в 1 часе 60 минут. Мы уже говорили, что когда длинная минутная стрелка находится на числе 12, то чтобы узнать, который час, надо посмотреть, на какое число указывает короткая часовая стрелка. Если минутная стрелка на числе 6 – это половина следующего часа. Посмотрите, какое время показывают часы. 5 часов, 10 часов, 3 часа 30 минут или половина четвертого, 8 часов 30 минут или половина девятого. Чтобы правильно читать указания минутной стрелки, надо хорошо знать таблицу умножения на 5. Теперь она на числе 2. Итак, если минутная стрелка на единице, 1 умножаем на 5, получаем 5 минут. Теперь она на числе 2. 2 умножаем на 5 – 10 минут. Сейчас она переместилась на число 3. 3 умножаем на 5 – 15 минут. Вы можете сами изготовить такие часы в домашних условиях. Называя время, часто используют понятие «четверть». 12 часов 15 минут можно назвать иначе – четверть первого, а 12 часов 45 минут – без 15 час или без четверти час. Дважды в день часы показывают одно и то же время. Дело в том, что один день – это 24 часа или сутки, а на циферблате только 12 чисел. Поэтому с начала суток часы указывают время до полудня и время после полудня или полуполудни. Полдень – это 12 часов дня. Полночь – 12 часов ночи. Мастер Стрелкин поможет вам научиться называть время до и после полудня. На часах – час 30 минут. Это ночь. В это время вы спите. Через 12 часов стрелки будут в этом же положении. Но это будет день. В это время суток вы обычно обедаете. Это время можно назвать час 30 минут пополудни или 13 часов 30 минут. Посмотрите, как мастер Стрелкин легко узнает время полуполудни. Он просто прибавляет 12. Подумайте, что может происходить в это время. Ночью, конечно же, вы спите. В 6.45 вы просыпаетесь и готовитесь идти в школу. В 14.15 уроки окончены. Это обед или прогулка. В вечернее время 18.45 вы ужинаете, читаете или играете. Возможно, у вас много других дел. Понаблюдайте же за временем в течение суток. Называйте его. И помните, минута час бережет. Не теряйте времени зря. Рассмотрите рисунок из учебника на странице 120 внизу страницы. Сначала заметим, что на небе солнце. Значит, это дневное время. Мальчик вышел в 11 часов 10 минут, а пришел в 11 часов 50 минут. Чтобы подсчитать, сколько времени он потратил на дорогу, можно выполнить простую математическую операцию. 11 часов 50 минут минус 11 часов 10 минут получаем 40 минут. Мальчик был в пути 40 минут. Рассмотрите картинку с мотоциклистом. Обратите внимание, сначала на небе светит солнышко и только потом луна. Мотоциклист выехал в 9 часов 45 минут утра, а приехал в 12 часов 30 минут ночи уже на другие сутки. Можно сначала посчитать, что до полудня ему осталось ехать 2 часа 15 минут, а потом еще 12 часов 30 минут. Итого 14 часов 45 минут. Позже вы сможете сами выполнить это задание из учебника на странице 120. Рассчитывать время надо, когда вы планируете свой день, чтобы никуда не опаздывать. Пунктуальность – это черта характера. Пунктуальный человек делает все вовремя. Старайтесь планировать свой день с вечера, чтобы все успевать и никуда не опаздывать. Не планируйте больше, чем сможете сделать. Лучше постепенно расширять круг своих дел. Итак, давайте же подведем итоги нашего урока. Мы сегодня на уроке учились определять время по часам, называть время разными способами, находить временной промежуток. На уроке мы узнали, что час и минута – это единицы измерения времени. В одном часе – 60 минут. Полчаса – это 30 минут. А четверть часа – это 15 минут. Один день – это сутки. А в них – 24 часа. Чтобы назвать время пополудни, прибавьте ко времени, которое показывают часы – 12. Если минутная стрелка в правой половине циферблата, часто говорят, например, 15 минут 12 или четверть 12. Если же слева – без 15 минут 12 или без четверти 12. На следующем уроке мы будем учиться выполнять преобразование единиц измерения времени. После урока не забудьте сделать гимнастику для глаз. Вы можете повторить материал урока и закрепить его, выполнив задание на странице 120 учебника. Удачи вам, терпения и здоровья. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!